Здравствуйте! В эфире программа «Регион 10» и я и ведущий Кайрат Мукатов. Из 29 мероприятий по цифровизации АПК области, вошедших в дорожную карту так называемых «быстрых побед» на текущую дату запущено 15. Крестьянское хозяйство «Терра» – две быстрые победы. GPS-оборудование на сельхозтехнику. ТО «Терра» – три быстрые победы. Приобретение и установка 20 тысяч штук ушных бирок для крупного рогатого скота. Установлена система видеонаблюдения учета перемещения животных внутри фермы. «Умная молочная ферма» – ТО «Сачаковская». Здесь установлены и введены в эксплуатацию электронные весы, компьютеризировано оборудование для приготовления кормов. Акционерное общество «Баян Сулу» – три быстрые победы. Запущено две линии по производству печенья с карамелью и производству батончиков из нута и карамели. ТО «Акционерное общество Каркен» – три быстрые победы. Полностью оцифрована, закрепленная за хозяйством сельхозу Готия, создана электронная карта полей с системой севооборотов. Остальные мероприятия будут выполнены, установлены сроком согласно дорожной карте. Эти данные привел в своем выступлении Дархан Абдикаримов, руководитель сельского хозяйства Акимата области, на областном селекторном совещании по цифровизации. Также он отметил, что управлением сельского хозяйства совместно с Казахским агротехническим университетом имени Сейфулина планомерно реализуется проект внедрения технологий точного земледелия в базовых хозяйствах области. Следует отметить, что слаженную работу Акимата Федоровского, Кустанайского, Карабаловского, Миндокаринского, Карасулского районов наряду с этим Акиматом остальных районов работа по цифровизации сельского хозяйства проводится ниже удовлетворительного. Управлением сельского хозяйства совместно с Казахским агротехническим университетом имени Сейфулина планомерно реализуется проект внедрения технологий точного земледелия в базовых хозяйствах области. В настоящее время филиалом республиканского государственного учреждения Республиканский научно-методический центр агрохимической службы завершена работа по отбору проб почвы с полей пилотных хозяйств. Определены основные агрохимические характеристики земельных участков. Данные работы были выполнены за счет бюджетных следств при содействии Министерства сельского хозяйства. На базе данных хозяйств в области планируется создать центры компетенции для других фермеров – учебные центры, где сельхозтоваропроизводители области и республики будут повышать свою квалификацию и учиться внедрению умных технологий. В настоящее время со специалистами университета, с привлечением зарубежных экспертов для субъектов агробизнеса отрабатывается вопрос проведения выездных совещаний, консультаций, семинаров, круглых столов. Пусть показывает, что у него есть, хорошее и так далее. И надо будет там как раз ВПЛА летать, GPS, вся техника должна быть оснащена и так далее. То есть все вы должны показать. Умная минерализация, умное, значит, опрыскивание. Когда не все сорняки опрыскивают, а точно, которые вредители, сорняки, автоматические. Все должны вы показать. Поэтому, что вам дай долгу рек. На тот день я прям приглашу, и вот полностью мы проведем. Готовьтесь. Понятно, да? И Соганды, ну вот надо, там у нас последний срок по 1 июля, да? Да, оцепровка. Оцепровка, да. Давайте, чтобы завершили к этой дате. Давай, Кату пригласите как раз, Алмакинский Жакам, да, Жакрас и Сволов. С 10 по 12 мая с рабочей поездки на нашу область, нашу область посетила делегация КАЗАТУ во главе с проректором Айтуганом Калятко-Парычем, в рамках которой специалисты дооснастили технический парк хозяйства системами дифференцированного внесения минеральных удобрений, дозирования средств защиты растений, навигаторами, приборами по определению урожайности и засоренности полей. Дооснащение произведено за счет средств селхозпредприятий на сумму более 9 миллионов тенге. В настоящее время пилотное хозяйство по точному земледелию провели внесение минеральных удобрений согласно рекомендациям агрохимической службы университета и завершают посередную кампанию. В настоящее время по Кустанайской области государственная поддержка субъектов АПК осуществляется по 19 основным программам. Выделение средств на мероприятия по борьбе с саранчевыми вредителями в текущем году носит разовый характер. На эти цели выделено 30 миллионов тенге. Вся проводимая работа под цифровизацией отрасли полностью скоординирована с Министерством сельского хозяйства, которое проводит автоматизацию оказания государственных услуг. Наряду с этим в рамках повышения цифровой грамотности сельхозтоваропроизводителей 16-17 апреля текущего года 8 специалистов пилотных хозяйств прошли курсы специализации в университете Казату по технологии точного земледелия. Также на совещании говорилось и о жилье. В текущем году в рамках реализации программы жилищного строительства Нурлжер в области за счет всех источников финансирования планируется построить 290 тысяч квадратных метров жилья. Будет обеспечен рост на 10% к уровню 2017 года. По итогам 4 месяцев наша область по темпу ввода жилья занимает 8 место в республике. Построено и введено 563 квартиры и 172 индивидуальных жилых дома. На 1 июля, то есть за 5 месяцев, по предварительным данным акиматов городов и районов, у нас введено 114 тысяч квадратных метров жилья. Ожидаем рост 26,5% к уровню прошлого года. В этом году всего будет построено 239 километров инженерно-коммуникационной инфраструктуры на сумму 7,7 миллиардов тенге. На 1 июня освоение бюджетных средств составляет 100% по годовому плану. Финансирование строительства кредитного жилья обеспечивается за счет выпуска государственных облигаций. Сумма облигационного займа на этот год определена в объеме 12,8 миллиардов тенге и согласована с Министерством по инвестициям и развитию. На сегодня мы первый транш получили в объеме 1,2 миллиарда тенге. Сейчас ведется работа по досрочному погашению наших облигаций на сумму 3,3 миллиарда тенге перед АО «Батерек Девелопмент», который в течение недели после нашего погашения должен нам вернуть данные средства для дальнейшей работы. Остальные 8,3 миллиарда тенге мы ожидаем во втором полугодии уже за счет средств самого АО «Батерек Девелопмент». Это позволит нам завершить строительство 18 кредитных домов и сделать задел на следующий год, начав строительство еще 25 новых домов. По направлению создания фонда арендного жилья для социально уязвимых слоев населения в текущем году выделено 1,5 миллиарда тенге на реализацию шести объектов. В этом году мы завершим строительство 5 арендных домов, 309 квартир и, кроме того, еще будут сданы 2 арендных дома по линии АО «КИК» и еще 198 квартир. Несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, нам не удается значительно сократить численность нуждающих в жилье граждан, которая на сегодня достигла 25 тысяч человек. «Самое главное, вот у нас кредитное жилье через облигации местных исполнительных органов 86 тысяч квадратных метров, вот это главный показатель. Он должен расти. С каждым годом мы должны его увеличивать. Это реальный показатель. Коммерческое жилье – это в основном городах у нас, город Кустанай, а вот ИЖС, конечно, надо всем районам, всем регионам надо включаться. Никто не говорит, там много домов, хотя бы где-то 5 домов, 4 дома должны работать за счет предприятий по проекту «Туганжер». Я видел, вот в Федоровке, в Федоровском районе есть дома новые, хорошие там, хороший пример есть по области. Поэтому давайте отрабатывайте». В поисках дополнительных источников решения жилищной программы Акимовласти Архимед Мухамбетов в 2017 году поручил провести ревизию брошенной недвижимости. После реконструкции ее можно приспособить под жилые помещения. Сергей Карплюк сообщил, что районные и городские Акиматы такую инвентаризацию провели и выявили, что 31 объект можно восстановить в качестве арендного жилья. «Согласно вашему поручению, Архимед Мухамбетович, в конце прошлого года в целях сохранения ежегодного роста ввода жилья и сокращения непосредственно очередей в городах и районах рассматривали вопрос по зданиям и сооружениям, которые подлежат восстановлению и реконструкции под арендное жилье. По результатам инвентаризации выявлен 31 объект недвижимости в 10 районах и 3 городах области. Кроме того, в двух районах уже начаты конкурсные процедуры по разработке ПСД. Это в Денисовском районе и в Карабалыкском районе. По реализации пилотного проекта индивидуального жилищного строительства Нурлжер в микрорайоне Северный в текущем году определены 3 подрядные организации. ТО Арвис, ТО Ахжан, Жаня Без, ТО Монтажник. Проведены процедуры госзакупок на строительство 171 индивидуального жилого дома и заключены договора на сумму 2,2 миллиарда тенге. Это очень хорошее направление. Во-первых, в этих районах новое жилье, которое я назвал, строится очень, можно сказать, неактивно. С хозяевами этих домов, коммунальных, собственно, не знаю. Надо решить вопрос, переговорить. Убиваем, как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Вот есть такой термин. Во-первых, новые квадратные метры появляются. Во-вторых, то есть те здания, которые портят архитектурный облик районных центров, они оживают. Они, значит, нормальный фасад, можно их покрасить, окна, двери и так далее. Самое главное, это будут уже готовые дома. То есть вот здесь мы должны отработать. Это вот как раз нам каждый год мы должны вот в этом направлении, не знаю, там 20 тысяч, 30 тысяч квадратов мы должны добирать. Вот такой план должен быть. Не просто вот, не можем мы одновременно в 8 районах начинать. Надо вот, допустим, в 2018 году переходить на 2019 год, 3 района, 2019-2020 год, еще 3 района. Вот такой план вот поручая, надо составить. В текущем году выделены средства на закупку компьютерной техники и обеспечение широкополосным интернетом по организации здравоохранения. Архимир Биржанович хотел бы выразить благодарность за финансовую поддержку. Охват к концу текущего года по оснащению составит 100% компьютерами и обеспечением интернет до 90%. Из 51 организации здравоохранения, 45 внедрена медицинская информационная система. Охват МИСС составляет 88% и к концу года он составит охват 100%. Также имеются в области частные медицинские организации, 22. С ними ведутся переговоры по внедрению медицинских информационных систем. И на сегодня из них, из 22-4 уже внедрены. И тех, у кого есть собственные медицинские информационные системы, рассматривается вопрос по интеграции с существующим комплексным медицинским сопровождением. И получается, значит, со второго полу года 2019 года все будет в электронном формате отчетов. Правильно? Да. Вот эта цифра важна. Об этом это цели цифровизации. Об этом надо часто говорить. Теперь вот Марат Хонсвач, я вам поручаю, вот по Дому Мед очень слабо работа идет, мобильное приложение, всего 2,20% или 11 тысяч. Поэтому вот интернет-активное население от 20 до 60 лет. Целевый показатель 30%. В первую очередь, сейчас Дауд Паев просит начать с государством служащих, работе культуры и образования. Вам надо будет провести ряд кустовых совещаний, и надо будет прям показатель довести, чтобы ускорить. Если сами мы здесь покажем пример по внедрению Дому Мед, то она быстрее пойдет. То есть это государственные служащие, а у нас почти 6 тысяч, работники бюджетной сферы, а это очень много людей. Это и здравоохранение, образование и так далее. То есть здесь активно надо поработать, культура, спорт и так далее. Со всеми надо, ЮСУШа, библиотеками, со всеми надо работать здесь. Акимы слышат, надо прям план мероприятий. Мне дайте предложение, я утвержу, и по нему надо работать. Каждый будет нести ответственность за потом индикатор. В рамках проводимой работы Акиматом города Костаная по выполнению государственной программы «Цифровой Казахстан» реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры выглядит следующим образом. Создан колл-центр с единым номером 109. Внедрена автоматизированная система управления наружным освещением. Внедрена автоматизированная система управления светофорами. В части мониторинга городского пассажирского транспорта также внедрена система диспетчерского управления. Мониторинг служб по санитарной очистке и уборке города направлено на снижение расходов на эксплуатацию транспорта на 20-25%. Контроль качества уборки территории и вывоза бытового мусора. Внедрение проекта использования сайтов строений с новыми почтовыми индексами на аншлаги. Планируется обеспечить аншлагами 1100 многоэтажных жилых домов. Охват составит 100%, а также государственные и социальные объекты города. Данные аншлаги будут содержать всю необходимую статистическую информацию по заданному объекту. При наведении кода будет отображаться год строения, количество квартир, почтовый индекс, ПКСК, участковый инспектор, полиции, обслуживающий данный микрорайон, сведения о медработнике, закрепленном в конкретном жилом доме. В рамках цифровизации направлений городского хозяйства также идет разработка проекта мобильного приложения Smart City Costanay. В данное приложение включены категории городских услуг, здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт, туризм, коммерческий сервер с новостями, события, профиль пользователя, уведомления. Горожане путем данного приложения могут найти свою поликлинику, записаться на прием к врачу, вызвать скорую помощь на дом, узнать об административных штрафах, расписание железной дороги, авиабилетов, произвести оплату коммунальных услуг, запись на секции кружков и так далее. По внедрению мобильного приложения Smart City Costanay заключен договор с ТОО «Центр устойчивого развития столицы». Умная карта города обеспечит достижение следующих целевых индикаторов. Визуальное разделение типов объектов на общественные, промышленные, жилые зоны, паспорта объектов, коммуникации ЖКХ, телекоммуникации, а также отображение зеленых насаждений, водоемов, автомобильных дорог и развязок, светофоров, подземных и надземных пешеходных переходов, внутридворовых проездов, остановок, общественного транспорта. Также будет отражена вся информация о памятниках и историко-культурных сооружениях. Цель проекта – создание эффективной обратной связи между государством и обществом, снятие административных барьеров и упрощение процедур при оказании услуг. С вами была программа «Регион-10». Встретимся с вами ровно через неделю.